Марио Чеки Гори представляет Адриана Челентано Эдвиджи Фенек В фильме «Ас» В фильме также снимались Рената Сальватори Сильва Кашино Пипо Санта-Мастазо Джанни Манни и другие Наверное, хотите быть на моем месте? Автор сценария Кастелано и Пипо Композитор Детто Мариано Оператор Данило Дезидери Продюсеры Марио и Виторио Чеки Гори Режиссеры Кастелано и Пиполо Раз, два, три Аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо И еще И еще Ты женился на самой красивой девушке города Не будь ты моим другом, я бы тебя побил Не будь ты моим другом, я бы дал тебе пощечину Ты великолепна Поздравляю, Сильвия Спасибо Спасибо Поздравляю, Сильвия Спасибо Поздравляю, Сильвия Спасибо Поздравляю Спасибо Сотню таких дней в вашей жизни Я хотела сказать, пусть этот день будет единственным в вашей жизни Спасибо, Каролина Так ты твердо решил? Бросаешь играть? Твердо Я обещал Сильвии Бросаешь карты, лошадей, пари Ну, ставить пари я могу Что ж, мы все прощаемся с тобой Ас Самый великий игрок всех времен Умер Аминь Я люблю тебя Как же, Аляс Именно в тот момент, когда приехал он, тебя не будет Он это кто? Лучше тебе не говорить Скажи Скажи ему Марселец Сам Марселец Он специально едет играть в меня Ты был единственным, кто мог бы побить его Меня это не интересует Я уже забыл, что ты сказал Какая ставка? Сто тысяч Весомое будет игра Ладно, ребята, уже поздно Патрон Счет Уже готов Ноль 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 Как здесь дешево кормят Ноль Три Три миллиона Более пятидесяти гостей Торт Устрицы Разыграем его? Разыграем Чет или нечет? Нечет Или чет? Чет Нечет Я поймал муху Ты тоже? Я тоже поймал муху Какого цвета твоя муха? Моя белая Моя черная На, похорони ее Пока, ребята, до встречи Пока Банк Луиджи Моргана Значит, сеньор Ас, вы все снимаете Все Очень жаль, что вы закрываете свой счет Но, надеюсь, мы останемся друзьями До свидания Держи Держи Это все мои деньги Если они будут у тебя, у меня не будет соблазна играть Хорошо Дай-ка мне их Держи Ты что, спятил? Я же сказал не давать их мне Ну, ты меня попросил? А ты мне не давать Тогда отдай обратно Держи Спасибо Не спишь? Нет А ты? Я спала Но проснулась, потому что почувствовала, что ты не спишь Я думал О чем любовь моя? О своем будущем Спокойном, захватывающем Только подумай В шесть утра встаю с постели Иду на работу Официальную Ставлю письменный стол возле окна Семьдесят тысяч в месяц Семьсот тысяч в месяц Плюс надбавка Семь Скорей домой Вкусный ужин Ты А потом спать Ты доволен? Еще как Что еще ты хочешь в жизни? Хочу тебя и много денег, чтобы сделать тебя счастливой Я уже и так счастлива А ты знаешь, что этот Марселец полный простофиля? Тот, что играет сегодня с вашей компанией? Да Даже супер простофиля Я изучил его Каждый раз, когда он блефует, у него дергается левое ухо У него можно выиграть состояние, но давай спать А? Кто это? Опять ты? Хочешь играть? Нет, никогда Я же обещал тебе, к тому же, у меня нет ни лиры Какая ставка? Игра серьезная Сто тысяч Ладно, я поняла Что это? Ключ? Зачем тебе этот ключ? Открой шкаф и возьми свои деньги Свои деньги? Зачем они мне? Иди играй Ты меня не поняла Я сказал нет А я держу свое слово Запомни это раз и навсегда И не настаивай Иди Ну, чтобы в последний раз? Как странно Я даже не думал сегодня идти играть Но, раз тебе это будет приятно Я пойду Спасибо Я скоро вернусь с кучей бумажек И твоя жизнь станет из такой, такой Хочешь чего-то добавить? Нет Я так и знал Привет, Ас Привет Ты вроде не должен быть здесь Я должен быть там Но я здесь Я там? Нет, ты здесь Да, я знаю, что я здесь А они там? Да, они там Хорошо Оставайся здесь Как идет игра? Кто побеждает? Марселец Побеждал Ас, мы ставим на тебя Правильно, вы уже выиграли Пас Открывай Фул Три короля И два валета Везет Я больше не играю Я проиграл все, что имел Спасибо, ребята До следующей встречи Привет, Марселец Не хочешь сыграть со мной? С удовольствием, Ас Я хорошо разогрелся Скоро тебе будет холодно Почему? Я оставлю тебя в одних трусах Вижу, ты с хорошими деньгами Я всегда начинаю с мелочи Новую колоду Это игра века Думаю, на этот раз Ас проиграет Он выиграет Сто тысяч на Аса Хорошо А ты сколько? Столько же Тридцать тысяч на Аса Сто тысяч Сколько? Тридцать тысяч Записываю Пятьдесят на Марсельца Бармен пива Я угощаю Я выиграю сейчас крупную сумму Подожди, игра еще не началась Ас выиграет Пятьдесят на Марсельцам Позволь, я тоже передатсую Пятьдесят на Марсельцам Пятьдесят на Марсельцам Ставка Поддерживаю Поддерживаю Сколько карт? Одна А ты? Не надо Твое слово Ставка Все, что лежит перед тобой Все, что лежит передо мной Плюс телефон Кто это в такой час именно, когда мне снилась Моя Инрикетта Слушаю Я говорю с Луиджи Морганом, владельцем банки Да, кто говорит? Луиджи, как дела? Это я, кто говорит? Это твой друг Ас 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 Вы с ума сошли? Звонить мне в два часа ночи Послушай, Луиджи Морган Окажи мне любезность Скажи, сколько на моем счету? Как это сколько на вашем счету? Ас, вы что не помните, что сняли все сегодня утром? У вас на счету ни одной лиры Три миллиарда восемь? Честно говоря, я думал, что больше Какие еще миллиарды? Ас, у вас ни одной лиры Ни одной На счету три миллиарда восемь Больше нет Луиджи, будь добр Заскочи в банк Сними все мои деньги И вези немедленно ко мне в банк Спасибо У тебя восемнадцать минут на размышления Сними все мои деньги И вези немедленно ко мне в банк Пас Предупреди Моргана, что деньги уже не нужны Хорошо Ладно Этот круг твой Но мне любопытно У меня было четыре дамы А у тебя? Три семерки Ты смеешься? Да, их было две Мне три карты Мне одну Плюс это Все, что у меня есть У тебя восемнадцать минут на размышления Продолжение 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 Открывай. Без парных. Два туза. Как ты понял, что я блефую? Все дело в ухе. Вот это игра, ты выиграл состояние. Марселец остался без штанов. Ты действительно ас. Поздравляю вас. Молодец, ты действительно силен. Я рад за тебя. Я тоже рад за тебя. Я был у Моргана. И что он сказал? Катиться к чертовой матери. Прекрасно. Моргана. Привет, наёмный убийца. В такой час и уже на работе? Да. И кто сегодня твоя жертва? Мне очень жаль, Ас. На этот раз ты. Чёрт возьми, мне тоже очень жаль. А кто заказчик? Я серьёзный профессионал и не могу тебе сказать. Но одно точно. Он тебя ненавидит. Очень сильно ненавидит. Это само собой. Потому что тебе всегда везёт в игре и с женщинами. Сколько он тебе заплатит за моё убийство? Всего ничего. Десять миллионов. Предлагаю тебе сто. Наличными. Невозможно, Ас. Ты меня знаешь. Я честный убийца. Эй, убийца. Да. Это ты зря. Прощай, Ас. Ты был отличным парнем. Ас. Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Она немного тронулась от горя. Я уважаю ваше горе, синьора, но я попросил бы вас прийти в морг для опознания тела. Конечно, я приду, даже прибегу, чтобы раз и навсегда покончить с этой историей. А ты что, не входишь? Я лучше подожду тебя на улице, боюсь мертвых. Я пойду одна на опознание твоего тела. Смотри, куда выплескиваешь. Она даже не смотрит, куда выплескивает. Теперь ты понимаешь, я не мог оставить тебя без денег, без мужчины, который бы заботился о тебе. Никто другой мне не нужен, я хочу только тебя. Ну, я покойник, ты должна привыкнуть к этому. Нет. Ну, хватит, не надо. Ты становишься некрасивой, когда плачешь. Наоборот, ты должна быть красивой, веселой, хорошо одетой. И улыбайся, нам надо уже идти. Куда нам надо идти? На мою похороны. О, нет! О, нет! Субтитры сделал DimaTorzok. О, нет! О, нет! Мои похороны. Ну как, хорошо меня хоронят? В каком-то виде разве это костюм для похорон? Немного уважения прошу. Это мои похороны. Я здесь на празднике. А вот вы не кажетесь какими-то мрачными. Где ты был всё это время? Что ты делал? Я был в Сан-Сиро. Там потрясающие гонки. Если б я мог ставить, я бы выиграл целое состояние. Друзья мои, дорогие мои друзья, Ас умер. Ас был лучше всех нас. Самый честный, самый щедрый, самый симпатичный, самый верный друг, самый сильный. Своей веселостью он озарял наши вечера. У него всегда было доброе слово для всех нас. Он никогда не бросал друга в трудную минуту. Ты самый отзывчивый, самый искренний, самый сильный. Ты здесь. Ты не умер. Ты здесь, рядом с нами. Я вижу тебя. Ты жив. Не надо преувеличивать. Я не преувеличиваю, говоря, что ты здесь. Ты здесь, рядом с нами. Я тебя вижу. Можно подумать, что это он умер. Можно подумать, что это он умер. Точно. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Аминь. Аминь. Бедная Сильвия. Точно. Аннелли. Ты могла бы выйти за Аннелли. Он каждый день меняет машину. Аннелли уже женат. Да. Посмотрим дальше. Б. Б, Б, Б. Борило, ты ни в чем не будешь нуждаться. Да перестань ты. Нет. Нужно тебе выбрать кого-нибудь получше. Человека порядочного, серьезного, работящего, богатого. Не игрока, как я. Мне не нужен никакой другой мужчина. Я люблю только тебя. Да нет. Я уверен, тебе кто-нибудь понравится. Ты его полюбишь. И тогда я уйду, исчезну. Ты опять заставляешь меня плакать. Нет, пирожочек не надо. Не плачь. Поговорим об этом завтра. Теперь тебе лучше поспать. У тебя был тяжелый день. Ну, понятно, смерть родственника. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Единственная любовь моя. Я могу лечь поближе к тебе? Да, можешь. Что? Подожди минутку. Нет, нет. Ты что делаешь? Нет. Да ты что? Что? Ты дотронулась до моей спины? Что ты делаешь? Это не дело. Я же мертв. Но я тебя чувствую живым. Я хочу тебя. Ты мне нужен. Любовь моя. Все, хватит. Что ты говоришь? Немного уважения к покойникам. Я тебе больше не нравлюсь. Ты мне очень нравишься. Но какие-то вещи я не могу делать. Почему? Потому что это грех. Какой грех? Я же твоя жена. Нет. Ты моя вдова. Это совсем другое. Прошу тебя. Давай в последний раз займемся любовью. В последний раз. А потом я сделаю все, что ты мне скажешь. Буду искать другого мужа. Договорились? Это точно? Обещаю. Что ты делаешь? Прошу разрешения. У кого? Там, наверху. Это номер? Нет. Кот. Номер вот. Это я. Что? А вы уже знали, о чем я хотел вас попросить? Хорошо. Ну что? Что они сказали? Разрешили. Но только эту ночь. А вы уже знали, о чем я хотел. Кто там? Я, Каролина. Кто с вами, сеньора? Все хорошо, Каролина, иди спать. Бедная сеньорина, как она страдает. Шалят, а сами прячутся. Что за черт? Ну да, духи не отражаются в зеркале. Ладно, попробую побриться по памяти. Знаешь что, пирожочек? Я всю ночь думал. Я нашел для тебя мужа. Хочешь знать кого? Нет. Что ты делаешь? Ухожу на работу. На работу? Да, мне нужны деньги, чтобы ни за кого не выходить замуж. Ну, ты же обещала. Ты тоже обещала никогда больше не играть. Пропусти меня. Куда ты идешь? В театр Адеон. Там отбирают девушек для нового мюзикла. Я же танцовщица. Ты была танцовщицей. Теперь ты сеньора. Нет. Я бедная вдова без средств. Так что мне надо зарабатывать себе на жизнь. Я тебе запрещаю. Если ты это сделаешь, я... Я... Увидимся, когда я вернусь. Хорошо, сеньора. Я вас жду. Нет, это я не тебе, Каролина. Вот ключ. Ни под каким предлогом не входи в комнату. Хорошо. КОНЕЦ Господи Иисусе, Пресвятая Мария, Господи Иисусе. Сеньора! Сеньора! Что такое? В доме завелись духи. Я знаю. Проклятие. Она меня закрыла. Каролина. Каролина. Она же не может меня слышать. Но раз я привидение, я могу проходить сквозь систему. Это очень толстое. Совсем забыл, что живу на четвертом этаже. Лолита миа. И твой вентенний. Митриско. И твой вентенний. Митриско. Раз, два, три! Сильвия! Что ты здесь делаешь? Немедленно домой. Я не разрешаю тебе репетировать, 7 утра и 8 тоже. Дай мне спокойно работать. Иди домой. Уходи отсюда. Никуда я не пойду. Я не разрешаю своей жене играть раздетой в спектакле третьей категории. Я тебе не разрешаю. Не разрешаю и всё. Но я именно это и делала до знакомства с тобой. Что там происходит? С кем она разговаривает? Я сама знаю, что мне делать. Иди домой, иначе я поставлю тебе подножку, обещаю. Ты с ума сошёл? Ты поставил мне подножку. Я тебя об этом предупредил. Стоп! Вы должны повторять мои движения, а не прыгать и тянуть шею, как курица, ясно? Извините. Не стоит извиняться. Перестань, ас. Маэстро, начните с номера 24. Хорошо. Раз, два, три. Маэстро, начните с номером 24. Синьорина Сильвия, подойдите ко мне. Вон, уходите. Я вас не беру. У вас нет никаких данных. Это у тебя нет никаких данных, приятель. Синьорины остаются, потому что деньги на эту дурацкую комедию даю я. Ясно? Да. Синьорой Брителло, все будет, как вы хотите. Я в вашем распоряжении. Синьорина, вернитесь, пожалуйста, на место. Что-то застыл. Играй. Видел, я вполне могу обойтись и без тебя. Видел. Видел? Не показывай мне язык, я все вижу. До свидания, синьор Брителло. До свидания, до скорого. До свидания. Пока, Брителло. Нет, ты останешься здесь. У меня дела, я не могу. Ты не хочешь поблагодарить своего друга Брителло? Да, спасибо, Брителло. Ты был очень добр. До завтра. Как это до завтра? Куда ты? Останься здесь. Что ты делаешь? Ты с ума сошел. Сильвия, Сильвия, постой. Ты же знаешь, ты всегда мне нравилась. Ты сводишь меня с ума. Я хотел целовать, обнимать тебя. Но между нами всегда был ас. Он и сейчас между нами. Да, да. Говори, что хочешь. Но я заставлю тебя забыть его. Любимая. Любимая. Любимая, что ты меня держит? Я люблю тебя. Дай мне обнять тебя. Ты мне нравишься. Ты мне не помогаешь? Прошу тебя, помоги. Конечно, я тебе помогу. Ты сделаешь себе карьеру. Я дам тебе много-много денег. Пожалуйста, сделай что-нибудь, сволочь. Да, оскорбляй меня. Ты сказала, что вполне справляешься сама. Прошу тебя, помоги. А ты будешь делать то, что я скажу? Обещаю. Клянусь тебе. Что ты там бормочешь? Кому ты чего обещаешь? Своему мужу. Не смеши меня, ты знаешь, что ас мертв. Я не верю в потусторонние штучки. Кто мертв, тот похоронен. Зато я в это верю. Да? Тогда я помогу тебе звать его. Ас. Дай мне знак. Сделай что-нибудь. Ас. Ас. Если ты здесь, стукни разом. И за кого я должна выйти? За Моргана. За Луиджа Моргана. Того, что из банка Моргана? Да. Но он же вдовец. Ты тоже вдова. Я как-то об этом не думаю. Но о нем говорят, что он больше не смотрит на женщину. Но ты же потрясающая женщина. Сначала ты должна познакомиться с ним. Как? Встретившись с ним, как же иначе? Отправишься к нему в банк и попросишь положить на свой счет большую сумму. Что ты скажешь насчет сотни миллионов? Но! Хорошо, 200. Но у нас нет ни лиры. Поставила? Почему на тартарогу ставят один к ста? Ничего не понимаю. Потому что он кляч. Всегда приходит последним. Как это кляча? И ты сказал мне поставить все мои деньги на клячу? Да. Извини, я скоро вернусь. Третий заезд закончился победой Мэри Флавуэр. На втором месте Попиен. И так готовится четвертый заезд. Под вторым номером Ганновер. Затем фаворит скачек Корсара. Затем Синклер из конного завода Волжата. Потом Атвьяна, Горностай, Горячий и Тартарога под четвертым номером. Лошади заняли свои места. Итак, сигнал. Начали. Как и предполагалось, впереди Корсара. За ней Ганновер и Синклер. Естественно, сзади всех Тартарога. Невероятно. Фаворит скачек Корсара сбивается с темпа. Она словно сошла с ума. Сходит с дорожки и мчится в сторону конюшен. Теперь впереди Синклер. Он намного обогнал своих соперников. И если ничего не случится, скорее всего, именно он будет победителем. Но что происходит? Синклер, пятый номер, начинает замедлять свой ход. Можно подумать, что кто-то его держит. Он передвигается с явным трудом. Его обгоняют все остальные. Неслыханно. Синклер переходит в последнюю позицию и сходит с дорожки. Теперь впереди Горностай. Ганновер, Атавьяна и в хвосте, естественно, Тартарога. Положением воспользовался Горячий. Номер седьмой, собрав все силы, он вырывается вперед. Жакей подстегивает его. У него есть все шансы. Не понимаю. Ничего не понимаю. Можно подумать, что у Жакея и Горячего возникли боли в спине. Он горчится, извивается, и ему тоже приходится сойти с дорожки. Можно подумать, что это скачки, кто скорее выйдет из игры. И в этой сумятице Тартарога, конь завода Профундус, на которого ставили 1 к 100, неожиданно выходит вперед. Невероятно. А Атавьяна и Ганновер, которые легко могли бы обогнать его, становятся беспомощными перед самым финишем. Они идут все медленнее, все медленнее. Я бы сказал, что они совсем не заинтересованы в победе. Что происходит? Можно подумать, они приклеились к земле. Они останавливаются. Тартаруга! 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 Тартаруга переходит в финишную линию и побеждает впервые за всю свою карьеру. Ты что делаешь? Забираешь? Да. Все на пятый заезд. Все на пятый заезд. Какая лошадь? Какая лошадь? Лумаконе. 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 Иди сюда. Куда? Зачем? Я хочу, чтобы Морган увидел тебя во всей красе. Черт, это не Морган. Но вы не сеньор Морган. Я хотела лично поговорить с сеньором Морганом. Луиджи Морган сейчас в Сан-Ремо. Он отдыхает? Небольшое истощение. С тех пор, как он лишился своей жены, Инрикетте, женщины добродетельной и достойной примера, у него регулярно случаются срывы. Тогда он бросает все и уезжает на несколько дней отдохнуть у моря. Это правда, что он никогда не думал жениться вторично? Никогда. Он живет в постоянных воспоминаниях об Инрикетте. Он ни на одну женщину не может смотреть после того трагического дня. Даже такая красивая женщина, как вы, оставит его равнодушным. Что ж, подожду возвращение сеньора Моргана. Спасибо. Ну что, сможешь выиграть и здесь? Эти женщины никогда ничему не доверяют. Спорим, что я уйду победителем. Эй, ас! Я здесь! Иду! Я здесь! Я здесь! Я пришла! Я здесь! Эрикетте Морган, я не ошибся? Конечно, это я. Я получила твое послание, вот я здесь. Я позвал тебя к Олегу, потому что мне нужна твоя услуга. Ты красивый мужчина. Дай-ка посмотреть. Очень привлекательно. Но, почему ты здесь? Разве ты не должен быть в другом мире? Я должен кое-что здесь уладить, поэтому мне нужно получить кое-какие сведения о Луидже. Луидже? Луидже, Луидже. Что за Луидже? Луидже Моргана, твой муж. Точно. Я совсем о нем забыла. А ведь он так меня любил. Так любил. Правда? Почему ты смеешься? Бедный Луидже. Он никак не может забыть меня. А я ведь никогда не была идеальной женой, ты меня понимаешь? Нет. Мне нравились мужчины. Особенно такие красивые. И сильные, как ты. Они нравились тебе и после брака? Плодь слаба. Поэтому я наставила ему несколько рогов. Мне дали по 10 лет чистилища за каждую измену. И получилось, наверное, немного. 46 веков. А как Луидже в тебя влюбился? Опиши мне вашу первую встречу. Это было в Сан-Реме. Он на каждый уикенд приезжал туда отдохнуть. Бедное моё сокровище. Он на весь год бронировал королевский номер в отеле Руаяль. Оттуда прекрасный вид на море. Можно видеть побережье, да... Извини. Так вот, в 52-м я тоже решила поехать в Сан-Реме. Я вышла перед отелем Руаяль из льву белого ягуара. Из белого ягуара? Да, белого. Того же цвета платье и шапочка. И лисий мех тоже. Великолепно. Это было великолепно. А он? Он заметил меня, а потом я как бы уронила свой носовой платок на душеный коттии. Он пригласил меня на ужин в свой номер. И был без ума от радости, что я тоже люблю балтийские устрицы. Балтийские? Да, да, балтийские. И когда он предложил тебе выйти за него? Когда услышал скрипку. Какую скрипку? Да не было никакой скрипки. Просто когда он влюблен, ему слышатся отрывок из итальянского каприча у Чайковского. Вот этот. Ты знаешь, я с ним там познакомилась. С кем? С Чайковским. Красивый мужчина. Брюнет. Славянин. Жаль, что он немножко гей. И так услышав скрипку... Он признался мне в любви, и две недели спустя мы стали мужем и женой. Спасибо, инвитетто. Ты мне оказала огромную услугу. Ты ничего не дашь мне взамен? А что ты хочешь? Поцелуй. Ладно, поцелуй, коллеги. Поцелуй. Поцелуй. Очень крепкий поцелуй. Эрикетта, сколько тебе накинут за этот поцелуй? На этот раз не меньше ста лет в чистилище. Но это того стоило, аз. Это того стоило. Ну вот мы и приехали. Луиджи Морган живет наверху. Он сейчас завтракает. Ты готова? Я неловко себя чувствую. Я одета, как в музыкальной комедии. Ты прекрасна. Я выхожу? Сначала повторим. Если он пригласит тебя на обед, что ты закажешь? Пельмени со сливками. Что? Извини, но мне нравятся пельмени со сливками. Обойдешься без пельменей. Хорошо. Балтийские устрицы. Молодец. Но я бы предпочла пельмени со сливками. Что я делаю? Выхожу? Да. А я сейчас нажму на пельмени, то есть на клаксон, чтобы дать им узнать. Моя церковь. КОНЕЦ 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 Это ваш, я полагаю? Нет, моего мужа Вашего мужа? Значит, вы замужем Я вдова Я очень счастлив Простите Дело в том, что я тоже вдовец Разрешите? Луиджи Морган Банкир Очень рада Сильвия Бернарди Балерина Извините меня за настойчивость Просто вы напоминаете мне одного Дорогого мне человека Я бы хотел пригласить вас сегодня вечером Поужинать со мной Вы не заняты? Честно говоря Я свободна Я буду очень рад Я согласна Скажем, восемь в моем номере Это королевский номер У вас есть какие-то особые пожелания к меню? Ой, я безуматпель От балтийских устриц Так мы договорились До встречи Что-то мигает Погода меняется Погода меняется Чем больше я смотрю на вас, тем больше меня очаровывает ваша красота, Сильвия Спасибо 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 Это каприз. Что я слышу? Каприз. За кого вы меня принимаете? Сильвия. Вы меня не поняли. Мотив, который я слышу внутри себя, из знаменитого итальянского капричо или каприза. Классическое произведение Чайковского. Когда я слышу его, я... В общем, когда я слышу его внутри себя, я знаю наверняка, что влюблен, как в первый раз. Сильвия, вы выйдете за меня замуж? Возможно, да. Извините, Луиджи, мне нужно подышать свежим воздухом. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас заائе. Прошу вас за sow versa. Это я зашмин. Дорогая, так вы выйдите за меня. Да. Идите без меня. Я не хочу быть третьим лишним. Я бы поставил на гамбу. Двести ящиков с пивом, триста ящиков с минеральной, триста бутылок. Когда мы поженимся, мы переедем из этого вульгарного района. Я увезу тебя в свое поместье, в Монкальере. Там у меня замок. Редкий национальный памятник. Ближайший населенный пункт в 20 километрах. Сильвия, почему ты в такое время гуляешь с банкиром? Синьор Морган, мой жених. Он? Если тебе нужны деньги, я тебе дам. Как вы смеете так говорить? Да, я не представился. Бриттелло. Морган. Помолвку надо отпраздновать. Я вас угощаю за счет заведения. Я пью только дома. Да ладно, выпьем по рюмочке. Уже поздно. Мне надо домой. Мне кажется, синьорина ясно дала понять, что хочет домой. Что такое? Ты меня боишься? Я боюсь. С чего вы? Тогда чего мы делаем на улице? Заходите. С удовольствием. Прошу, мадам. Теперь мы уходим. Нет, нет, нет. Сначала я хотел бы поболтать. Слушаем. Дело в том, что эта женщина мне нравится. Бриттелло, не делай глупости. А ты молчи. Молчи. Сначала ты была женщиной асой, я ничего для тебя не значил. Теперь ты встретилась с этим человечком. Я не могу ждать всю жизнь. Успокойся, Бриттелло. Я могу быть для тебя только другом. Мне кажется, что синьора... Мне плевать. Если ты хочешь Сильвию, ты должен заработать ее. Хорошо. Сколько? Никаких денег. Мы ее разыграем. Я никогда не играю. Не в карты, а кулаками. Я никогда не дерусь кулаками. А я дерусь. Сто тысяч на Бриттелло. Хорошо, я тоже. 50 на банкира. Сто тысяч на Моргана. Банкира, принимаю. Удваиваю ставку на банкира. КОНЕЦ Чёрт, я подвернулся не вовремя. Ну, а теперь хватит. Ну что? С тебя достаточно? Получил своё? Но я не злопамятен. Приглашаю тебя завтра в полдень на нашу свадьбу. А теперь пойдём, дорогая. Ты видел, как я его отделал? Пока. Он даже штаны потерял. Да, я знаю, что? Продолжение следует. Даже взаимодействие. Проходи, дверь открыта Тебе плохо, убийца? Не очень хорошо Сделай для меня одну роботенку Нет С того дня, как я убил Аса, я никуда не выхожу Успокойся, полиция закрыла дело Совесть не засунешь в архив Ас был достойным человеком Я не должен был его убивать Не должен был Ас умер и похоронен Успокойся На этот раз делаешь такую же работу Морган, банкер Я завязал с этой работой Смотри, как дрожит моя рука Даю в два раза больше Нет Когда я смогу выходить, мне станет лучше Я пойду в полицию и во всем признаюсь Мне очень жаль, Брителло Правда, жаль Ничего Сам что-нибудь придумаю Прощай, убийца Брителло Ты прекрасная красавица и невеста Я даже почти ревную тебя к твоему Луиджи Тогда не выдавай меня замуж Я останусь с тобой Нет, я пошутил Я даже уверен, что ты уже немного любишь своего будущего мужа Нет Ты говоришь, не назло Если бы я полюбила другого, я уже не могла бы тебя видеть Ты сам мне сказал Посмотри внимательно Ты не находишь, что я стал немного прозрачнее, туманнее, незаметнее? Нет Уже поздно Луиджи человек пунктуальный Давай-ка с тобой прокатимся, дружок Вы что, с ума сошли? Мне надо в мэрию Я сегодня женюсь Твоей женушке придется долго ждать Поехали Это называется похищением Назовай, как хочешь Поехали Еще сотню вам таких дней, сеньора Каролина Извините, я опять все перепутала Луиджи апоздует Если он не придет, я буду счастлива Ты знаешь, что я об этом думаю Пойду посмотрю, не едет ли он Эй, ты Иди сюда Это ты мне? Да, тебе Иди сюда Пирожочек, извини, я скоро вернусь Так это ты меня звал? Да Ты что, видишь меня, убийца? Конечно, и слышу тоже Так, значит, ты тоже? Да, я мертв Мне очень жаль Мои соболезнования Перед тем, как вернуться вниз Ты хотел сказать, наверное? Нет, вниз Я в аду В аду могут и подождать Прежде чем вернуться вниз Я хотел попросить у тебя прощения Ты прощен В качестве расплаты Я хотел бы оказать тебе услугу Нечем зажать Не волнуйся, попробуй это Это одно из немногих преимуществ ада Так вот Это Бретелло заказал твое убийство Бретелло? Да А потом избавился и от меня Вот волчий сын А сейчас он похитил Луиджа Моргана И хочет убить его Луиджа Моргана? Да Спасибо, убийца Постараюсь замолвить за тебя словечко Мне достаточно будет небольшого кондиционера Капута, дверь Иду, иду Я требую вмешательства полиции Похитили Моргана Ты проиграл Капута со своим кальяре Мой интер забил им три голов санрема Капута, я ошибаюсь, или ты должен мне обед? Я оплачу тебе обед Хотя судья был подкуплен Как это? Кто так судит? Что ты болтаешь? Ты что, скажешь, что был штрафной? Моргана похитили? Вы что, оглохли? Я говорю, похитили Моргана Ну что вы, арютика, попугай У нас похищение Эй, парни, пора бы остановиться Я видел всю игру, вот только штрафного не видел Конечно, раз ты болеешь за эту команду То ей не должны были бить штрафной Суде нужно вставить глаза, это было нечестно Вы заплатили ему Все ясно, мы ему заплатили Мы всегда платим, а ты платишь за обед Похитили Моргана Интер, отличная команда Похитили Моргана При чем здесь Морган? Кто сказал Морган? Я сказал Морган А кто он, защитник или нападающий? Да нет, он банкер Где он играет? Капута, не забывай, что я твой начальник Понял? Замолчи Давай, пошел Не толкайся Да кто толкается, это я толкнул Ладно Мне кажется, что если кричать громче, они могут меня услышать Это вопрос легкий Похитили Моргана Ты поймешь, наконец, что похитили Моргана, да или нет? Да, пойми ты, похитили Моргана Похитили Моргана Ты меня слышишь? Что это? Ты меня слышишь? Я слышу жужжание Да какое жужжание, это я, похитили Моргана Похитили Моргана Капута, ответь Это Морган Меня похитил Брителло Мы направляемся по 51-й дороге в сторону Монцу Вы меня слышите? Полиция Там что, никого нет? Вы меня слышите? Еще одна шутка в том же духе Я тебя пристрелю на месте Положи телефон Извините Кто говорит? Никто не говорит? Тогда не звони, если не хочешь говорить Спокойный сегодня денек Пойдем пообедаем, Капута Тем более, что платишь ты Спасибо Капута, види ты Я хочу дочитать газету Не знал, что в полиции уже есть машины с дистанционным управлением Капута, веди потише Хочешь разбиться? Какого черта? Ты считаешь, что так водят машину? И вообще ресторан в другой стороне Капута, где ты? О, черт Микрофон Микрофон Спасибо Срочно Полиция Кто говорит? Полиция Понятно, что полиция Кто у микрофона? Это я, комиссар Ринальди Альфа-7 Миланский номер 53872 Меня похитили Кто? Человек-невидимка Человек-невидимка Боже мой Что делать? Поворот Нет Нет, о боже Как теперь поставить нормально Эту чертову машину Я разобьюсь О боже Кажется, это машина Луиджи Моргана Умоляю, помоги мне Я предал твою память С кем ты разговариваешь? С Энрикетой С Энрикетой? Я никого здесь не вижу Энрикетта святая Она в раю Я молю ее о помощи О, давай, молись, молись Ты скоро умрешь Даже все святые раи Не смогут спасти тебя Проглятий быстрее Видели? Видели? Энрикетта услышала мои молитвы Она сотворила чудо Сейчас я тебе такое чудо устрою Вызовите полицию Скорее Скорее Скорее, я сказал Но так мы разобьемся Тебе-то что за дело Ты и так уже покойник Бείли-бо-би-бо Был-бай, бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэдэ-бэ-ббэ-бэдэ-бэ-бэдэ-бэ-бэдэ-бэ-бэдэ-бэдэ-бэ-бэдэ- sense- victims Зачал Sole Butt Ed streaks Остановитесь. Я банкир Морган. Подождите, полиция. Меня похитил этот человек. Он похититель. Он хотел меня убить. Арестуйте его. Его зовут Бретелло. Он хам и грубиян. Он приставил мне пистолет к шее. Комиссар, как вы себя чувствуете? Плохо. Я тоже. Синьора, я принесла вам попить. Нет, спасибо, Каролина. Какой позор. Он опаздывает уже больше, чем на час. Вы не расстроены? Наоборот. Раз он не идет, я могу вернуться домой. Сильвия, извини меня. И вы тоже извините. Мне пришлось пережить сильные потрясения. Простите меня, извините. Я должен сказать два слова Сильвии наедине. Сильвия, меня хотели убить. Я очень огорчена. Перед смертью я помолился Энрикетти. Я пообещал ей, что если она спасет мою жизнь, я навсегда останусь ей верным. И что? Она спасла мне жизнь. Я не женюсь на тебе. Как я счастлива. Я так счастлива. Прощай, Энрикетто. Извини. Сильвия. До свидания. Прощайте. Пока. Но расписывают не там, там выход. Он передумал. Он уже не женится. Он на тебе не женится? О, Господи. Я словно опять умер. Несколько дней спустя. Эй, барман, у тебя такое виски, что не замечаешь, как пьешь. Я надеялась найти тебя здесь. Кто ты такая? Я тебя не знаю. Уходи, Сильвия. Пойдем домой. Ты уже много выпил. Я выпил. Иди отсюда, Сильвия. Да, пойдем. Я все напутал. Луиджи, не для тебя. Теперь придется начинать все сначала. Хорошо. Поговорим об этом дома, ладно? Да, поговорим об этом дома. Эй, ребята, тут появился новенький. Борезинец. Так играет. Даже лучше бедного аса. Не болтай. Лучше бедного аса никого никогда не будет. Все, пошли. Я хочу посмотреть на него. На кого? На этого Ворезинца. Наверняка какой-то простофилы. Пошли домой. Нет. Я хочу посмотреть на него. Подайте, бедным сиротам, приюта Святой Энрикетты. Подайте, бедным сиротам. Подайте, бедным сиротам. Подайте, бедным сиротам. Подайте, бедным сиротам! Твоя очередь, Ворезинец. Пас. Утраиваю. В шесть раз. В девять. На все, что у тебя еще осталось. Ты слишком силен для меня, Ворезинец. Молодец, парень. Блефует и даже ухом не ведет. Думаю, из него выйдет стоящий игрок. Эй! Ты что-то сказал? Такие глаза, такое выражение лица. На кого ты так смотришь? Пирожочек, только не говори, что он тебе нравится. Он такой красивый. Красивый, какая-то деревенщина. Такой привлекательный. Не шути, я не разрешаю тебе влюбляться в подобного типа. Почему? Он тебе не нравится? Но он же игрок. Бедняк, которому нельзя доверять. Сегодня он выиграет состояние, а завтра останется без штанов. Какая у тебя с ним будет жизнь? Такая же, как с тобой, и которая мне очень нравилась. Я хочу всю жизнь провести с таким мужчиной, как он. Какие у него нежные глаза, такие глубокие. Но у него нет будущего. Он способен уйти играть в первую брачную ночь. Ради партии в карты, понимаешь? Ради партии в карты. Ради партии в карты. Асо? Где ты? Асо? Асо? Ты исчез, я тебя больше не вижу. Эй, пирожочек, сядь рядом со мной, ты приносишь мне удачу. Эй, пирожочек! Эй, пирожочек, сядь до информации. Эй, пирожочек, сядь! Эй, пирожочек! Эй, пирожочек! С возвращением, ас. Здравствуйте, Пётр. Главный ждёт тебя. Что он за тип? Экстравагантный. 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 Ас. Долго я тебя ждал. Мне говорили, что в покере ты сам Господь. Играй только. Снимай. Только безо всяких чудес. На что играем? На что хочешь. На твоё место. Согласен. Сколько карт? Мне хватит. Мне тоже. Открываем. Фулл блаженных. Посмотрим, что у меня. Покер святых. Сожалею. Я смогу взять реванш? Да. Через три тысячи лет. А ты всё ещё будешь здесь? Всегда. Прекрасно. Через три тысячи лет. Восемь. Через три тысячи лет. Меднергет. Прекрасно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok